В сущности говоря, вся философия есть лишь человеческий рассудок на туманном языке. Каждому возрасту человека соответствует известная философия. Ребенок является реалистом. Он также убежден в существовании груш и яблок, как и в своем собственном. 1. Юноша, обуреваемый внутренними страстями, должен следить за собой. Забегая со своим чувством вперед, он превращается в идеалиста. Напротив, у мужчины все основания стать скептиком. Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал ли он для своей цели. Перед поступком и во время поступка у него все основания сохранять подвижность рассудка, чтобы не сетовать потом на неправильный выбор. 2. Старик же всегда будет тяготеть к мистицизму. Он видит, как много вещей зависит от случая. Неразумное удается, разумное идет прахом, счастье и несчастье неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было. И преклонный возраст находит успокоение в том, который был и есть и будет. 3. От физика нельзя требовать, чтобы он был философом. Но можно ожидать от него философского образования. Достаточно для того, чтобы основательно отличать себя от мира и снова соединяться с ним в высшем смысле. 4. Он должен образовывать в себе метод, согласный с наглядным представлением. Он должен остерегаться, превращать наглядные представления в понятия, понятия в слова и обходиться с этими словами так, словно это предметы. 5. Он должен быть знаком с работой философа, чтобы доводить феномены вплоть до философской области. От философа нельзя требовать, чтобы он был физиком. И тем не менее, его воздействие на область физики и необходимо, и желательно. 6. Для этого ему не нужны частности. Нужно лишь понимание тех конечных пунктов, где эти частности сходятся. 7. Худшее, что только может постигнуть физику, как и некоторые иные науки, получается тогда, когда производное считается первоначальное, и так как второе не могут вывести из первого, то пытается объяснить его первым. 8. Благодаря этому возникает бесконечная путаница, суисловие и постоянное усилие искать и находить лазейки, как только покажется где-нибудь истина, грозя приобрести власть. 9. Между тем, как наблюдатель, естествоиспытатель бьется таким образом с явлениями, которые всегда противоречат мнению. 10. Философ может оперировать в своей сфере и сложным результатом, так как нет столь ложного результата, чтобы нельзя было как форму без всякого содержания так или иначе пустить в ход. 10. Но если физик в состоянии дойти до познания того, что мы назвали первичным феноменом, он обеспечен, а с ним и философ. 11. Физик, так как он убеждается, что достиг границы своей науки, что он находится на той эмпирической высоте, откуда он, оглядываясь назад, может обозревать опыт на всех его ступенях, а оборачиваясь вперед, если не вступать, то заглядывать в царство теории. 12. Философ обеспечен потому, что с рук физика он принимает то последнее, что у него становится первым. 13. Теперь он имеет право не заботиться о явлении, если понимать под последним все производное, как его можно найти в научно сопоставленном материале, или как оно в рассеянном и спутанном виде предстает перед нашими чувствами в эмпирических случаях. 14. Если же он хочет пробежать и этот путь, и не отказывается кинуть взгляд на единичное, он сделает это с удобством, тогда как при иной обработке он либо чересчур долго задерживается в промежуточных областях, либо слишком долго заглядывает туда, не получая у них точного знания. 15. Продолжение следует...